МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, на погорелом месте подле Ягужинского трактира, приобрел в июне 1756 года участок под строительство усадьбы первый русский академик Михаил Васильевич Ломоносов. Весь мир знает о великой американской мечте. Вкратце она формулируется так. Любой чистящий обуви может стать миллионером. В этом смысле Ломоносов воплощение мечты русской. Простой мужик из северной глубинки, ставший дворянином и академиком, великим поэтом и ученым с мировым именем. Ни до, ни после подобного социального лифта Российская империя не знала. И в этом первая из загадок Михаила Васильевича. Человек, посвятивший жизнь познанию и тайн природы, сам был тайной. Причем тайной, не познанной по сей день. Ломоносов не был понят современниками. И потомки оценили его вовсе не за то, что он считал главным делом своей жизни. При всей грандиозной славе он был и остается одной из самых одиноких и трагических фигур в российской истории. В сентябре 1757 года Ломоносов переезжает в дом у Югужинского трактира. Последнее свое земное пристанище. Сегодня от тех времен осталось совсем немного. Но мы знаем, что изначально усадьба представляла собой двухэтажный дом в 15 окон с конюшеном и кухонным флигелями. Со стороны Почтамской улицы на участке разбили фруктовый сад с прудом и оборудовали мозаичную мастерскую. Ту самую, в которой Ломоносов создавал знаменитую полтавскую баталию. На берегу мойки располагалась деревянная пристань и набережная с балюстрадой. Ломоносов прожил здесь 8 лет. 4 апреля 1765 года в пятом часу пополудни он попрощался с женой и дочерью и тихо скончался в своей постели. На утро следующего дня в усадьбу на Мойке прибыл граф Григорий Орлов, всесильный фаворит империатрицы Екатерины. Ожидали, что он передаст близким покойного слова высочайшего соболезнования. Однако истинная цель визита оказалась совершенно иной. Орлов прибыл, чтобы опечатать кабинет Ломоносова со всеми хранящимися там книгами, рукописями и, главное, личной перепиской. Бумаги Ломоносова были арестованы, как бумаги какого-то государственного преступника. Похороны происходили при огромном стечении народа, поразившем современников. Хоронили ведь ни вельможу, ни члена императорской фамилии, ни иерарха церкви. Всего-навсего какого-то писаку, к тому же происхождение довольно подлого, чуть ли не из простых мужиков. Ломоносов – первый культурный герой. Не полководец, ни императорской фамилии, а первый ученый, ставший в русской истории культурным героем. Следующей за гробом толпе немало было просто любопытных, а то и злорадствующих. Угомонился дурак и не может более шуметь. Так от лица творческой интеллигенции выразился знаменитый поэт Сумароков. Что до точки зрения двора, то ее довольно внятно сформулировал десятилетний наследник престола, будущий император Павел. Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал. А Ломоносове как-то вдруг забыли, и сразу ведь после его смерти. И все его личные архивы и бумаги, что самое жуткое и страшное, так и остались непрочитанными и неразобранными. Тем временем, пока северная столица прощалась с почившим гением, от усадьбы на Мойке одна за другой отъезжали кареты, груженные бумагами. Люди графа Орлова вывозили конфискованный архив Ломоносова. Зачем нужна была подобная спешка? И что стояло за этим странным распоряжением императрицы? Тут, наверное, все вместе. И личностная неприязнь к Ломоносову со стороны власть придержащих, и желание не упустить из рук какие-то технологические сюжеты, которые были в его работах. Может быть, что-то было еще, чего мы не знаем, почему так произошло. Предположим, Екатерина решила, что его бумаги являются государственным достоянием. Но тогда почему труды эти не были тотчас же изданы? И куда, в конце концов, подевался пропавший архив? Чтобы ответить на эти вопросы, придется проследить судьбу Ломоносова буквально с самого начала. О нем написаны тысячи книг, существует множество биографий. Однако, чем глубже погружаешься в эти исследования, тем сильнее понимаешь истории гения, сплошные белые пятна. Его биография полна мифов и легенд. Они рождаются вокруг его личности уже при жизни. Не говоря уже о том, что с каждым следующим поколением эти легенды и мифы плодились все больше и больше. Первая и самая существенная загадка – поступление Ломоносова в славяно-греко-латинскую академию. В этом здании в Москве, на улице Никольской, до сих пор находится та самая славяно-греко-латинская академия. В наши дни здесь может учиться любой православный молодой человек, вне зависимости от происхождения. Указ Синода от 7 июня 1728 года, запрещающий обучение в ней помещиковых людей и крестьянских детей, сегодня, понятно, не действует. А 300 лет назад из этого указа следовало, что демократической вольнице, связанной со славной эпохой Петра Великого, пришел конец. Но Михайло Ломоносов все-таки сумел добиться зачислений в академию. Правда, для этого ему приходится представиться дворянским сыном. Хорош дворянский сын. Одет в мужицкой полушубок, без гроши в кармане, да еще рыбой за версту воняет. Он же с рыбным обозом до Москвы добирался. Как такое могло произойти? Кто способствовал этому? Удивительно то, что когда Ломоносов вдруг через полгода после поступления в Латинскую академию, вдруг, вместо того ничего, перед первой, так сказать, сессией, как можно было сейчас бы сказать, обнаруживает какие-то невероятные познания в латыни. Откуда бы это? Где он ее почерпнул на севере России? Чтобы проникнуть в эту тайну, нам придется отправиться к месту рождения Михаила Васильевича, в Холмогоры. Итак, направление север. Это село Ломоносово. Расположено оно на берегу Северной Двины, на острове с загадочным названием Куростров. Сами Холмогоры в трех километрах отсюда, за протокой Быстрокуркой. Село образовалось в результате слияния двух деревень – Денисовки и Мишанинской. Последнее считается родиной Ломоносова. Те за Скандинаву, Калмогоры называли Холмград. Холмград – город. Этот город был, кстати, центром до Архангельского, вообще всего, в общем-то, поморья. Вся Северная Двина из себя представляла один большой торг с Западной Европой. Именно здесь, в доме своего дяди Луки Леонтьевича, он появился на свет. Сам дом не сохранился, а в 1718 году сгорела и деревянная церковь, в которой Михайло был крещен. Считается, что Ломоносова помнит вот эти стены каменной Свято-Димитриевской церкви, которую восстанавливает к его 300-летнему юбилею. Однако это не так. Церковь возводилась долгие годы на пожертвования местных жителей, в том числе отца Михайлы, Василия Дорофеевича. Строительство ее завершилось только в 1738 году, когда Ломоносов был уже в Москве. Почитай, половина местных жителей здесь считают себя роднёй Ломоносова. Еще в 19 веке многие были уверены, что свою фамилию Михайло Васильевич приобрел в Москве вследствие дрочливости и буйного нрава. Это, скажем так, упрощенное такое понятие, что Ломоносов по носам давал. Но есть версия, что такой цветок, здесь расцвет Ломонос, он назывался, и вот может быть от этого произошла фамилия. Сегодня усилиями местных краеведов доказано, что Ломоносовы появились в этих краях в 16 веке. Бежали на север из Новгорода после его разорения Иваном Грозным. В том, что талант Ломоносова сформировался именно на русском севере, есть глубокая закономерность. Появить человек с гением Ломоносова на свет где-нибудь в Нечерноземье, в крепостной кабале, выбился бы в лучшем случае в приказчике у барина, под конец жизни, возможно, и получил бы вольную, а того, вероятнее, спился от безысходности. Здесь сложились, скажем так, уникальные общественно-социальные связи, и здесь было отсутствие крепостного права, прежде всего. Вот отсутствие крепостного права, связи с Западом, старые связи с Западом, здесь, кроме того, что говорили на своем языке, могли, значит, английский, голландский, немецкий, это было не, скажем так, не в диковинку. Именно север научил Михаилу полагаться только на собственные силы. Выработал в нем ту самую благородную упрямку, которая в итоге помогла крестьянскому сыну добиться невозможного. Если говорить о характере, то да, конечно, есть такая вещь, как северный характер, поморский характер, это и отсутствие крепостного права, это и сыровые природные условия, все это есть, вот, но я думаю, что все-таки, прежде всего, это личностные черты, потому что, ну вот, много было поморов, а Ломоносов в итоге получился один. Воспитание его было обычным для этих мест. С десятилетнего возраста отец брал Михайлову море. Плавали они на мурманские промыслы, далеко углублялись в рядовитый океан. Именно в этих путешествиях и зародилась любознательность Ломоносова. Его жажда понять и объяснить окружающий мир. А почему матка показывает? Вот чего? Отец Василий Дорофеевич слыл успешным корабельщиком. Около 1720 года он первым из местных жителей построил и оснастил по-европейски галлиот-чайка. Василий Ломоносов не только ходил в море на промысел, но и перевозил грузы, занимался торговлей. Коммерцией шла довольно бойко, мешало одно. Как и большинство односельчан, Василий был неграмотен, потому и приветствовал тягу сына к знаниям. Видел в нем наследника и продолжателя своего бизнеса. То, что поморы были свободными христианами, это понятно. Войтель сказал, что если гид не создана родиться, то он родится скорее в хижине, чем в дворце. На самом деле мы очень мало знаем о первых 20 годах жизни Ломоносова. Понятно, что вот это стремление к учению, стремление к самореализации именно через учение, оно было очень сильным. Хотя какие-то другие возможности самореализации у него были. Он был сыном состоятельного промышленника, судовладельца. Он мог унаследовать отцовское дело, он мог стать видным, значительным по местным меркам человеком. Но его интересовала именно самореализация телезучения. Первые уроки чтения преподает Михайлия, его родная мать, Елена Ивановна Сивкова. Потом в руки Ломоносова попала грамматика Милентия Смотрицкого и арифметика Леонтия Магнитского. Две книги, которые стали для него вратами учености. Однако достаточно ли было знаний, подчеркнутых из двух учебников, для того, чтобы поступить в академию? В Москве Ломоносов за первый семестр перескакивает через три курса. А уже через год обучение овладевает латынью настолько, что может свободно сочинять на ней стихи. Одно это свидетельствует, что в Москву Михайло является гораздо более образованным, чем принято считать. Где же здесь, на русском севере, он мог обучиться начаткам латыни? В жизни Ломоносова есть несколько так называемых темных лет. С 1724 года по 1730, то есть с 13 лет до 19-летия. Неясно, жил ли он в эти годы в доме отца. По документам известно лишь, что в 1728 году Михайло не был на исповеди. По тем временам это считалось серьезным проступком. Отец даже вынужден был дать взятку местному священнику, чтобы тот не раздувал вокруг этой истории скандала. Итак, попробуем понять, что же происходило с отраком Ломоносовым в эти темные годы? Он мечтал учиться рядом, вроде бы на другом берегу, была школа в Холмогорах. В школу эту принимали только детей церковнослужителей. Для него она была закрыта. И есть гипотеза, что в поисках книжного учения он в какой-то момент примкнул к старообряце. Об этом упоминают его биографы. Возможно, опять же, это гипотеза. Он побывал в Иговской пустыне, в старообрядческой школе. И там в какой-то момент учился, в существовавшей там школе. Русский Север считается оплотом старообрядчества. Раскольников обычно представляет дремучей крестьянской массой. На деле все обстоит совсем по-другому. Михайлий 12 лет. Еще живы люди, заставшие героическую оборону Соловецкого монастыря от царских войск. Во времена юности Ломоносова на Русском Севере устанавливается длительное перемирие. Нарушать это статус-кво было невыгодно ни староверам, ни самой власти, заинтересованной в стабильности торговых путей. Местность между северной губой Онежского озера и Онежской губой Белого моря прорезается рекой Выгом, впадающей в Выгозеро. После разгрома Соловецких монахов здесь был образован Раскольничий скит, ставший со временем главным духовным центром Русского Севера. В 1692 году здесь появился Андрей Дионисович Мышецкий, в Раскуле принявший имя Андрея Денисова. Он принадлежал к древнему роду князей Мышецких, числивших свое происхождение от Рюрика. С молоду Денисов учился в Киево-Могилянской академии, а позже уверовал в праведность Раскола и стал одним из самых известных его приверженцев. Кроме того, Денисов был гениальным администратором. В 1694 году на Выге обретается от силы человек 40, а уже через 4 года произошло маленькое экономическое чудо. В 1698 году на Выге проживает уже 2000 человек. Однако главным для обитателей Выга стало сохранение и преумножение знаний. Здесь была собрана уникальная коллекция древних икон и книг. Здесь обучают грамоте крестьянских детей обоего пола. Именно старообрядцы оказались для того времени практически единственным оплотом оппозиционной мысли, говоря современным языком диссидентами. Денисов состоял в переписке со знаменитым сподвижником Петра Феофаном Прокоповичем. Глава Раскола и один из толпов церкви полемизировали друг с другом на равных, сохраняя уважительные отношения. К деятельности Денисова благосклонно относится и холмогорский архиепископ Варнава. Мы догадывались о том, что были определенные связи между киновиархом Андреем Денисовичем и Феофаном Прокоповичем. Скорее всего, это была защита оттуда. Авторитет Выга был уже к тому времени настолько силен, что с выговскими отцами считались и сильные мира всего, того мира. Все свидетельствует, что к моменту своего ухода в Москву Ломоносов был не просто талантливым юношей и одержимым жажданом знаний. Вероятно, он имел возможность ознакомиться с уникальной библиотекой Выговского общежительства, приобрести начальные познания в латыни. В 1730 году все рухнуло. В марте умирает Андрей Денисов, а в октябре уходит из жизни архиепископ Варнава. Оставаться на севере Ломоносову больше незачем. Учиться не у кого. К тому же осенью Василию Дорофеевичу приходит в голову мысль о женить Михайлу. Это стало последней каплей. 9 декабря 1730 года выпросив у соседа своего Фомы Шубнова китайчные полукофтания и взаимообразно 2 рубля денег, Ломоносов уходит в Москву пешком. Вопреки всем правилам его принимает сам ректор Академии Архимандрит Герман Копцевич и зачисляет на первый курс с выплатой, пусть мизерной, но стипендией. Что интересно, через несколько месяцев после этого Архимандрит Герман направляется архиепископом в Архангельск на смену покойному Варнаве. Андрей Денисов учился в Киевом Гелянской Академии под другим именем и учителем у него был никто иной, как Феофан Прокопович. Собственно, этим и продолжение отношений между Феофаном Прокоповичем и Денисовым оно подтверждается их взаимной перепиской и в последующие годы. Что, собственно, и, видимо, сыграло в судьбе Ломоносова тоже определенную роль, потому что, скорее всего, он пришел в Москву не просто так, с поддельными документами, скорее всего, он пришел все-таки с каким-то верительным письмом от Андрея Денисова, который его, собственно, и представил Прокоповичу, который потом взял над ним шефство и просто, так сказать, его всячески опекал, когда он учился на греко-латинской академии. Михаиле Ломоносову, несомненно, кто-то покровительствовал. Иначе чем объяснить, что в 1734 году, когда история с крестьянским происхождением раскрывается, Михаилу не наказывают. Забрить в солдаты. Вот что, как минимум, должны с ним сделать. Но он продолжает учебу, блестяще сдает экзамены по риторике и переходит в высший класс философии. А в декабре 1735 года его в числе 12 самых способных студентов отправляют для дальнейшего обучения в Петербургскую академию наук. Итак, вправе ли мы утверждать, что Ломоносов был тесно связан со старообрядцами? Достоверных свидетельств нет. Однако существует немало косвенных. Например, им написано сатирическое сочинение Ода Бороде, которое наделало много шума. За которым был вызван в Синод, и это грозило большими неприятностями. Просто так такие сочинения не рождаются. Есть и другие его сочинения. Предисловия о пользе церковной, могу быть не совсем точным, церковной литературы для российской словесности, где чувствуется влияние сочинения известного выговского киновиарха Андрея Денисова. Сто лет спустя, при разорении властями выговского общежительства, в старообрядческой библиотеке были обнаружены книги Ломоносова. В 1855 году монастырь сожгли. Однако два стихотворения Ломоносова были положены старообрядцами на музыку. Самое удивительное, что они и до сих пор исполняются ими, как псалмы. Ломоносовские переложения псалмов стали одними из наиболее популярных в старообрядческой среде. Их положили на музыку и пели наравне с другими песнопениями старообрядцев. Одно это подтверждает, что в их чрезвычайно закрытом и консервативном сообществе Ломоносова продолжает принимать за своего. Одним из главных трудов в жизни Андрея Денисова стало переложение с латыни алхимического трактата средневекового мистика Раймонда Луллия «Великая наука». Лулли не был просто золотоискателем, как другие алхимики. Целью его устремления являлось познание всеобщего закона природы. В сущности, речь идет о том самом законе сохранения материи и движения, говоря современным языком, законе сохранения энергии, открыть которой предстояло Ломоносову. 1 января нового 1736 года сын поморского рыбака прибывает в столицу империи и предстает перед академическим начальством. Врата учености распахнулись. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова